На северо-западе китайской провинции Хубэй расположен горный хребет Удан, который считается священным местом среди исповедующих даосизм. Уданьшань не менее популярен, чем широко известный храмовый комплекс Шаолинь, и его по праву называют родиной китайского Ушу, для одних гимнастики, для других боевых искусств. Горы Уданьшань славятся большим числом дворцов, пагод, беседок и террас, писанных в красивейший ландшафт согласно всем правилам дизайна древности – фэн-шуй. Эти великолепные сооружения радуют глаз паломников почти шесть веков. Природа хребта Удан очень красива, и очевидно, еще в незапамятные времена эти места стали привлекать к себе последователей даосизма, которые считают красоту природы источником исправления природы человека. Во всяком случае, даосские отшельники облюбовали Уданьшань еще в I-II веках н.э. Первые постройки относились к династии Тан в VII-X века, когда был возведен даосский храм пяти драконов. Драконы в Китае символизируют силу, могущество и процветание. Тот, кто построит подобный храм, дарует своему роду и своей стране вечное благополучие. Но масштабное храмовое строительство в этих горах началось лишь в 1412 году, когда власть в Китае оказалась в руках узурпатора трона императора Юн-Лэ. Утвердившись на престоле, император, свергнувший собственного племянника, был очень недоволен циркулирующими в народе слухами. Простолюдины открыто обещали, что на узурпатора обрушится гнев богов. Вот тогда-то Ун-Лэ и решил преподнести богам такой дар, который сможет искупить совершенный им грех – построить целый небесный город на хребте Удан. А на наивысшей точке хребта, 1612 метров над уровнем моря, вершине Тянчжуфан, возвести волшебной красоты запретный город, полную копию пекинского. Выше всех зданий был возведен несказочной красоты золотой павильон на нефритовом основании и полностью из позолоченной меди, 5 метров высотой. Он сохранился до сих пор. На создание этого дворца было истрачено 20 тонн меди и 300 килограмм чистого золота. Кроме золотого павильона, в запретном городе, огороженном каменной стеной, располагались также несколько храмов. В одном из них, в двухэтажном деревянном сооружении, хранилось и до сих пор хранятся древние свитки и сам священный текст – Дао-де-Дзин. Сама стена была ориентирована по сторонам света и имела 4 входа. Впрочем, запретным городом император не ограничился. За 12 лет ему удалось возвести 33 архитектурных комплекса, использовав 72 вершины хребта Уден. Согласно записям, император отрядил на строительство своих фантастических дворцов и храмов 300 тысяч человек – простых рабочих из местных жителей, строителей и мастеров. Каждое утро по крутым тропинкам горы поднимались вверх строители, неся на собственных плечах необходимые материалы. Одни сооружения император желал видеть вырубленными в камне или сложенными из него, другие велел изготовить из дерева. Третье – из металла. Всего за время его правления было выстроено 9 монастырей, 9 храмов, 36 скитов, 72 кумирни. Не считал многочисленных беседок и башен, террас и лестниц, которые растянулись цепью на протяжении 80 километров, открывая виды на заросшие лесом и скалистые склоны 24 стремительных горных потока, а также цветущие долины внизу. Неизвестно, удалось ли Унле умилостивить небо, но даосских монахов он умилостивил полностью. С тех пор монастыри на горах Удэн-Шань стали процветать. Здесь же был основан Даосский университет, в котором наряду с боевыми искусствами даоссы изучали также медицину, основы правильного питания и философию. В горах Удэн-Шань были основаны не только мужские, но и женские даосские монастыри. И в мужских, и в женских обителях в обязательном порядке изучались основы ушу. Боевые искусства в те неспокойные времена многим спасали достоинство и саму жизнь. Даоссизм базировался на единении человека и природы. Основатель этого учения Лао Цзи рекомендовал во всем соответствовать природе. И дивная природа хребта Удан должна была возвысить мысли и чувства монахов и позволить им достичь главной цели учения – бессмертия. Созерцание красот комплекса Удань-Шань сочеталось с гармоничным совершенствованием собственного тела. Копируя приемы животных, монахи создали свой комплекс телесных движений, не раз выручавший их из беды. А бед в ту эпоху было достаточно. Столкновения с разбойниками или посланными на подавление народных волнений солдатами были не редкостью. Монахи крипта Удан не раз обращали врагов в бегство. Кстати, в знаменитом храме Пурпурного облака находится огромная статуя Джен-У, совершенного воина, которую велел установить император Юн-Ле. Сам дворец считался храмом поклонения предкам, а статуя Джен-У должна была даровать преподававшим в ней умение быть непобедимым в бою. Совершенный воин считался божеством этих гор. Может, на этой причине, по этой причине и облюбовали монахи хребет Уданьшань. Здесь сложилось самое известное направление Ушу. Уданьц-Зиань. Девиз этой школы звучит как «мягкость побеждает твердость», то есть пластичность побеждает противника, идущего на пролом. Нейц-Зиань предполагает такое владение собственным телом и такое внутреннее совершенство человека, когда никакой противник ему не страшен. В этих же горах сложилась и школа силового единоборства Уданьцзян, основанная на технике фехтования. Ушу в целом уже было известно ко времени строительства уданских храмов, но наивысшего развития Ушу достигла во время династии Мин, одним из императоров которой был Юн-Ле. Черным периодом для монастырей Уданьцзян была культурная революция 1966-1976 годов. Это было время культа личности Мао и обострения классовой борьбы в китайском исполнении. Основной удар направления направился против интеллигенции, буржуазии и отголосков старого режима. К ним были причислены древняя культура и религия. Отдельной статьей в этом походе против старого мира выступало наследие феодализма. К нему были отнесены не только древние книги, но и старинные издания. А уж во вредоносности культовых сооружений можно было и не сомневаться. Китайские коммунисты считали, что за даосизм следует искоренить с максимальной жестокостью. Так под удар попали храмы и дворцы императора Юн-Ле. Творцы нового мира снарядили в горы Уданьшань молодых моосистов, которые начали планомерно разрушать наследие древнего Китая. Одно за другим под ударами хэнвэйбинов рушились старинные сооружения. И так продолжалось целых 10 лет. Десятилетие потребовалось императору Юн-Ле, чтобы построить архитектурный комплекс. Десятилетие, чтобы его уничтожить. Хэнвэйбины называли себя воинами неба, хватающими у власти главарей буржуазии. Небесные воины потрудились на славу. Они только чудом не лишили Китай его истории. Лишили... На кострах сжигались старинные книги и картины, уничтожались рукописи, сносились рассадники религии, убивали тех, кто защищал историю. Уданьшань следовало стереть с лица земли, но комплекс был так велик и строился с таким тщанием и мастерством, что полностью уничтожить святыню врагам так и не удалось. В результате их стараний прекрасные дворцы и храмы, по большей части, лежали в руинах. Монахи скрывались от преследования и прятали древние артефакты. Только спустя время, когда революционный угар пошел на убыль, а Китай выбрал иной путь развития, началось восстановление разрушенного. Реставраторам пришлось по сохранившимся чертежам восстанавливать то, что с такой легкостью превратили в руины. В наши дни Уданьшань наряду с Шаолинем считается туристической меткой. Сюда приезжают не только люди в совершение паломничества к даосийским святыням, но и просто ради невероятной красоты самих гор и замечательных памятников архитектуры. Наибольшим интересом у туристов пользуется запретный город с его прекрасным золотым павильоном, храмом даосского женского монастыря Наньян, храм пурпурного облака и храм сына неба. Храмовый комплекс Уданьшань интересен и тем, что это не музейный комплекс, а целый даосский мир с действующими монастырями и храмами, куда приходят последователи даосизма. Статья, подготовленная Михаилом Волошко, называется «Небесный город Уданьшан» и приводится в журнале «Загадки истории». Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!